Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня поговорим об улучшении экипировки путем использования грибней. Сезон идет 3 недели, и нам до сих пор нужно использовать гребни с целью повышения этом левела. А диване идет чуть дольше, ведь теперь мы получаем их меньше в неделю по сравнению со вторым сезоном. Не стоит жалеть гребни и держать их в количестве 200 в сумке. Активно тратим их на те слоты, которые дадут нам максимально больший профит. На фоне этого обсуждения возникает вопрос, а какие же слоты самые выгодные? И у меня есть ответ на этот вопрос, и поможет мне знакомый многими сервис. Перед началом всех этих операций нам нужно установить модификацию SimulationCraft. Модификация, которая позволит нам извлечь код персонажа с целью того, чтобы в дальнейшем отобразить его на сайте RaidBots. Я же на текущий момент открываю интерфейс игры в чат, прописываю команду simc, и после прописанной команды у меня появляется код персонажа. Само собой, копирую его, и мы переходим на сайт RaidBots. Открыв сайт RaidBots, мы видим перед собой основные его сервисы, а именно Top Gear, Droptimizer, GearCompare, QuickSim, Advanced. Также имеется другая функция, немного уже устаревшая, это StartWade. О том, как пользоваться каждой вкладкой, у меня есть отдельный плейлист, который был записан еще пару-тройку лет назад. Плейлист в целом актуальный, и основные знания вы получите. Но, опять же, в рамках этого видоса я должен ответить на вопрос, какой же предмет там при улучшении даст нам, например, максимально больший апгрейд, основываясь на том, сколько каких грибней у нас имеется. Для этого мы должны зайти во вкладку Top Gear. И во вкладке Top Gear мы должны вставить код нашего персонажа. Ctrl-V, и готово. На текущий момент у меня имеется 0 грибней аспекта. Но, допустим, за эту неделю я бы ничего не тратил, и у меня их имеется 90. 90 мы получаем в неделю. Правильно? Правильно. И камушки драконьи максимум. Да, конечно, это нереальная цифра, реальная это 2000, но в рамках сайта я могу себе это позволить. Что нужно сделать дальше? Дальше нас ждут максимально простые действия. Я жму плюсик и создаю искусственно 483 шапку, на которую тратится 30 грибней аспекта. Аналогично делаю с ожерельем, аналогично делаю с перчатками. Допустим, доапаем поясок. Он с мифика дропается 486, я его доапаю до 489. Далее доапаю колечко, например, вот это. А еще сравню с другим колечком и тоже его закину. Еще и вот это вот проапаю и тоже его закину. Да, возможно, итерацию у вас будет много и в бесплатной версии Raid Bots это невозможно будет, потому что там ограничение 300 тысяч. Но тогда что получается? Тогда нужно просто поуменьшать немножко, просто убрать сравнение колец. Допустим, уберем. Окей. Становится 75 тысяч и это в целом доступно для бесплатной версии. Окей. После этого зажму Ctrl и нажму Find Top Gear. У меня так просто удобнее, создастся новая вкладка. При этом на прошлой вкладке я могу также работать и что-то дополнительно, например, прокликивать. Делается отчет, генерируется. Основываясь на этот отчет, я могу глянуть, куда мне выгоднее будет потратить 90 гривней аспекта. Спускаемся чуть ниже и видим то, что апгрейд шапки на 2, неки на 2 и перчаток на 2. То есть сюда 30 гривней, сюда 30 и сюда 30 даст мне плюс 2209. Замечательно? Да, замечательно. Само собой, максимальнейший апгрейд, который когда-либо можно получить, играя миликом, это будет пушка. Соответственно, потому что weapon damage нам важен. Но после того, как мы максимально уже апгрейднули пушку, ну и к тому же мы еще на легендарку там надеемся, да, мы начинаем апать какие-то другие слоты и нам реально нужно знать, что апать дальше. То есть, как мы видим, апанье колец, а я не сравнивал кольца. Окей, попробуем сравнить их. Могу это реализовать. Кликаю по прошлой вкладке и меня осенило. Мы ведь можем гнать, например, какое-нибудь колечко не от 476, а сразу к 483 этому левелу, а гнать его пошагово. И таким образом, быть может, какой-то промежуточный шаг даст нам больше еще прирост и создастся какая-нибудь иная комбинация. Давайте-ка попробуем. Сейчас все по новой просто-напросто раскликаю. Для этого я что делаю? Ввожу гребни, ввожу драконьи знаки. Далее выбираю шапку как 480, так и 483. Аналогично с ожерельем. Аналогично с поясом тут окей. С перчаточками тоже так же все делаем. С колечками, да, окей, тоже почему бы и нет. Самое главное не преодолеть лимит итераций. Как-то так получается. Это будет очень долго, минуты, наверное, 3 или 4. Окей, поехали. Пайнд топ гир. Остаются ластовые проценты. Неимоверно ожидаю увидеть лучшую комбинацию, которая мне будет показана. И лучшая комбинация дает 2421. А все потому, что тут перчаточки на единицу, шея на единицу, поясок на единицу улучшается, колечко на единицу улучшается, а шапка сразу на 2 апгрейда идет. То есть до 80-го и еще до 83-го. То есть таким образом я могу выгодно потратить 90 гребней аспекта на следующем кд. Но, само собой, торопиться я не буду, потому что мало ли, вдруг какие-то вещицы с мифика продропаются. И можно будет там перчаточки, например, уже не формата герой апгрейдить, а формата легенда. Это будет интереснее. Таким образом можно и гребниц экономить, и итоговый, и там левел вещи будет выше. Вот, как-то так получается. Тут 2421. А если мы глянем прошлый отчет с жесткими апгрейдами сразу на 2 шага, то 2225. Таким образом мы же поясок пропустили просто-напросто. Поэтому, да, нужно все пошагово смотреть. Это займет больше времени, это будет больше итераций сделано, но оно того стоит. С колечками, конечно, да, нужно поаккуратнее. То есть, например, если я вижу, что у меня колечко с усадьбы вообще тут не идет в топовых каких-то сборках, то я просто могу его убрать. Таким образом уменьшить количество итераций. Замечательно. Получается, на следующей неделе делаю примерно как-то так. Есть куда тратить гребни, есть куда расти. Это замечательно. Подарочный зачарованный гребень змея. Можно потравить на колечко. Колечко будет сразу с сокетом, оно еще и будет с мешочком. Можно будет кушать раз за 2 часа. Не нужно будет кушать после каждого вайпа. Это меня очень радует. Бесит уже просто вставать и кушать. Каждый пул привык. То, что имеется колечко с мешочком. И это правда по кайфу. Это экономит нервы. На этом все. Абсолютно все ссылочки будут в описании, как на эти отчеты, так и на Dawn Simulation Craft. Поэтому рекомендую заглянуть в описание к этому видосику. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok